Все так плюс. Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс». У нас на канале петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Очередной выпуск программы начинаем с того, что я напомню, что у нас было раньше. У нас как раз мы подошли к военным кампаниям 2015 года, фактически к тому, что разворачивается уже в основной период, то есть весна-лето, и получается на Восточном фронте, наиболее важном для России, что русское командование решает перенести центр тяжести на Австрийский фронт, с тем, чтобы добить Австро-Венгрию, заставить ее выйти из войны. Тем временем немецкое командование переносит тяжесть своего удара с Западного фронта на Восточный, чтобы вывести из войны Россию. И вот так вот, получается, удары разминулись чуть-чуть в пространстве и во времени. А как это все выглядело? Максим, расскажите нам, пожалуйста. Да, это печальная история, которая так и вошла в учебники под названием «Великое отступление», когда всего за 2-3 месяца был прорван фронт. Пришлось отступать российским армиям на сотни километров вглубь, были потеряны очень важные регионы, и все это сопровождалось такими позорными эпизодами, как вот сдача Новогеоргиевской крепости. Ну, давайте рассказывать тогда по порядку. Как мы уже говорили, еще в прошлой программе действительно в немецком штабе было принято решение оставить пока на время Францию в относительном покое, перевести сотни тысяч солдат на Восточный фронт и попытаться вывести из войны Россию, добившись ее разгрома. Раз получилось по Франции, должно получиться в России. И инициатором этого плана в первую очередь был Пауль фон Гинденбург, герой Канненберга, человек, который вот и разгромил армию Самсонова, вытеснили в итоге же вообще целиком российские части все из Восточной Пруссии, спаситель он получается в Пруссии. Дальше там не все получалось складно в конце 1914 года, но тем не менее вот он все объяснял, потому что частей у меня мало, зачем-то они там сейчас гибнут напрасно на Западном фронте, а вот если мне предоставите несколько армий в мое распоряжение, я переломлю ход войны радикально на Восточном фронте и смогу вывести Россию из войны. И тогда будем воевать наконец-таки на один фронт. И Австровенгрию заодно спасем, которая такая ненадежная, не все у них получается, их даже сербы победили на том еще этапе. Рассказывали бы, да? Да. Но не все в германском генеральном штабе были с этим согласны, потому что, например, начальник генерального штаба Эрих фон Фальгенгаль очень скептически относился и сразу же напоминал историю Наполеона. Может быть, вообще ничего не стоит делать, сдерживать там русских, все у нас хорошо и отработано, окопы, колючая проволока, пулеметы, и небольшими силами мы любые русские атаки сможем остановить, там тем более, кстати, полно естественных преград, а даже если нет естественных преград, то все равно немецкая армия демонстрирует явное превосходство, и как-то худо-бедно, и австровенгеры тоже могут же сдерживать эти наступления, австровенгерская армия вроде бы не разгромлена, но тем не менее после всех совещаний не единолично принимали решение. У них тоже главнокомандующий это монарх, кайзер Вильгельм II, но тем не менее, вот он реально прислушался к своим военным, не всегда, правда, особенно чем дальше, тем меньше, но на том этапе вот он принял сторону Гинденбурга, и было принято решение действительно перебросить сотни тысяч солдат немецких на Восточный фронт, более того, тут надо отдать тоже опять все должное, это не просто вот высадили с эшелонов и бросили в бой, чем подобного не происходило, была очень тщательная и основательная подготовка, тщательно было выбрано место прорыв, вот этот вот горлиц, это сейчас на юге Польши, такой вот участочек, все это получается район Галиции, и что вот важно, что в сумме у немцев на фронте вообще солдат было меньше, и был относительный паритет, ну, относительной партиллерии, правда, у нас снарядов катастрофически не хватало, но что было важно, создать на направлении главного удара серьезное превосходство, раз нужно прорывать фронт, но все это очень сложно сделать вот совершенно незамеченно, если бы была поставлена разведка, кстати, в прошлый раз упоминали Сухомринова, который вот в российской армии вел новые части, авиационные, да, вот автомобильные, он, кстати, еще, именно при нем, получается, появилось уже в ведомство в таком реальном поплощении, контрразведка еще, а так вот разведка-то все было понятно, а как бороться с вражескими, или вести какие-то сложные игры, вводить в заблуждение вражеских разведчиков, тут вот российская армия, конечно, вообще проигрывала, с трудом можно припомнить какую-нибудь вот операцию, чтобы ввести немцев в заблуждение, чтобы их на чем-нибудь запутать, и они, чтобы это поверили, вообще практически не занимались российской операторской армией, к сожалению, зато наоборот доверяли всяким слухам или интуициям, собственно, и ошибались, но граждан потому, что получается вот эту и подготовку к прорыву, и переброску войск, все, я не поверю с глагола, прозевали, хотя это продолжалось даже не недели, месяцы, это вся зима 1915 год, ну и разведка, получается, была плохо поставлена, а наступление, как я уже говорил, должен был возглавить Август фон Маккензен, в отличие от пожарной, знаменитый немецкий генерал, и действительно он обеспечивал себе, например, сорокократное превосходство в тяжелой артиллерии, ну не во всем такое получалось, но в тяжелой артиллерии, я вообще говорил, что накануне Первой мировой войны во французской армии практически не было тяжелой артиллерии вообще, не придавали там никакого особенного значения, потом уже все это стали наверстывать, а для прорыва обороны, для того, чтобы размести оборонительные линии противника, ну это было важно, правда, как я уже говорил, тоже не действовало, потому что и потом, как все научились, когда начинается артподготовка, а тогда артподготовку проводили как-то либо три дня, обстреливать вражеские позиции, чтобы все там превратить в мессиво, но когда все это продолжается несколько месяцев, все уже научились, начинается артподготовка, надо срочно отходить на несколько километров назад, а потом, когда все затихло, возвращаться, ну там, атаков, может, мало что осталось, тем не менее, все равно это линия обороны, и снова пехоту останавливать, чудо не происходило, это потом уже немцы придумали, вал огня, и более короткую артподготовку, чтобы успеть воспользоваться всем этим поводом. А на том этапе действительно подготовили немцы превосходство артиллерии на участке прорыва и обеспечили себе 12-часовую артподготовку, чтобы уничтожить по максимуму оборонительные русские позиции. Еще раз напомню, это окопная война, уже все знают, уже все окапываются, зарываются в землю, уже все в концу 1914 года точно поняли, в том числе и французские генералы, что ничего в этом позорного нет, ничего страшного нет, все правильно, конечно, надо взорваться в землю, а до этого же, как считают, это же какой же солдат, это же наступательный дух пропадает, это же он там спрятался, получается, вместо того, чтобы вот широко раскрытой грудью идти на врага и опрокидывать супостата, ну, слава богу, здесь уже подействовал здравый смысл. И немцы, более того, они проводили авиаразведку. Еще раз повторюсь, что самолеты в основном на первом этапе войны осуществляли функцию разведки, проверяя и даже корректируя огонь, что вот там, куда долетают, не долетают снаряды, умудряли все это действовать, очень беспомощно проявило себя российское командование, хотя еще раз напомню, в российской армии были сотни самолетов, этим же надо дальше как-то пользоваться. И еще тоже один такой яркий эпизод, характеризующий вот подход немцев, как это все было важно, зная о том, что австро-венгерские части слабее, а под командование Маккензена перешли, соответственно, и австро-венгерские корпуса, дивизии, целой армии. Все правильно, что было единое командование. И он в часть австро-венгерских армий, например, напрямую включал корпуса из немецких солдат, дивизий, чтобы таким образом своеобразно их усилить. В том числе и идеологически. Это все тоже, наверное, действовало по-своему, потому что, когда прорыв начался, в итоге все у немцев-то получилось. И вот как, ну вот возвращаемся к городскому прорыву. Начинается артообстрел, продолжается 12 часов, что-то можно успеть. Понятно, что здесь будет осуществляться прорыв. Что было бы важно? За 12 часов можно и войска отвезти, и резервы начать подтягивать. Ничего из этого не происходит. У нас есть командующий фронтом Николай Иудович Иванов, вроде бы мэра про него рассказывали. Он уже в 2014 году заслужил репутацию талантливо-способного человека, который, в числе прочих генералов, отвоевал Галицию. А здесь полная беспомощность. Ну ладно, просто бы беспомощность, он просто бы ничего не делал. К нему поступают сведения, а почему-то он решил, вот он, в принципе, единолично, что все это отвлекающий маневр. На самом деле, если будет прорыв, то где-то в другом месте. А это все вот специально, чтобы мы туда перебросили наши резервы. А мы этого не допустим, знаем мы этих немцев. Ничего подобного не будет там, главного прорыва. То есть грубейшая ошибка командующего, который не подстраховал свой фронт, хотя ему докладывал человек, в участке которого проходил прорыв, тоже Радко Дмитриевич. Радко Дмитриев. Это генерал. Да, у него двойная фамилия, которая совпадает с именем и с отчеством. Вообще болгарин. Тоже про него расскажем. Казалось бы, ну хорошо, он докладывает. У меня будет явно прорыв, мне явно нужны резервы, мне явно нужна помощь. Значит, и снаряды ко мне в первую очередь. И, ладно, там Иванов, командующий фронтом, ничем ему не помогает, но и Радко Дмитриев тоже допускает ошибки. Ну какого уже плана? Значит, надо создавать вторую, третью линию обороны срочно. Ну пока есть время. Еще раз повторимся, все же ходят пешком. Танков еще нет. Вот так вот прорвать фронт и углубиться мгновенно в тот же день на сотни километров ни у кого не получится по объективным причинам. Ну еще все остальное, конечно, надо готовить. На всякий случай что-то к отступлению, чтобы врагу не досталось. Еще этого сделано не было, и фронт был прорван. Но вот про... Хочу про Радко Дмитриева чуть подробнее рассказать. Тоже уникальная судьба. Не про всех генералов интересный рассказ. А это же настоящий болгарин. Родился в Болгарии, начал там с юности карьеру офицера. И дальше чуть удивительной судьбе чем? Он был всегда, как это называется, пророссийски настроенным человеком. Вот за Россию матушку жизнь готов была дать. Но в итоге в российской армии и оказался. А у Болгарии такая специфическая история, что договорились, когда Болгария обрела независимость, что там король должен быть, понятное дело, великий князь, что это должен быть кто-то из немцев. Не из Франции, не из Англии, даже не из России. А у немцев полно. На все случаи принцев хватает. Действительно, там стал великим князем. Царёк потом, ну, титул потом перешёл в Болгарии. Царь всё-таки, да? Да-да-да. Не король там какой-нибудь, как в Греции или в Сербии или в Югославии. Александр Баттенбергский. И вот этот Радко Дмитриев возглавил целый заговор против этого проклятого немца, чтобы свергнуть его, возвести на престол более правильного, более пророссийский, настроенного монарха. Переворот был, потом был контрпереворот, ну, там не будем погружаться. В общем, несколько раз Радко Дмитриеву приходилось покидать родную Болгарию, а потом, когда налаживались отношения, вновь в неё возвращаться. За это время он рос и в званиях, потому что он офицерское училище закончил в Болгарии, а Академию Генерального штаба уже в Петербурге. То есть был и там, и там свой. И патриот и болгарский, и за Россию матушку, и в Балканских войнах участвовал, и переживал. А потом в 1913 году, он уже в звании генерала, так как и по-русски хорошо говорил, был назначен посланником Болгарии в Санкт-Петербурге. И здесь вот должность посла около года исполнял, а когда началась Первая мировая война, уже летом 1914 года, публично объявил, вот сейчас в такой трудный момент я не могу оставаться в стороне, я считаю, что я сейчас должен воевать на стороне России, потому что моё родное отечество, Болгария, с самим фактом своего существования обязана России. А так как Болгария до сих пор не озвучила свою позицию, на чьей же она стороне, действительно Болгария долго колебалась, болгарское правительство, за кого всё-таки на чьей стороне оказаться, в итоге оказалась союзником Германии, а не стал дожидаться этого, как он явно посчитал бы, Радко-Дмитриев позора, и вот уходит в отставку с поста посла, является в штаб, тем более там всех знает, его все знают, и говорит, чем могу быть полезен, на всё согласен. Ему присваивают звание генерала Российской императорской армии, и вот именно на его участке, где он командовал одним из корпусов, и начинается немецкий прорыв. Надо, кстати, напомнить, тоже, чтобы завершить с Радко-Дмитриевым, его же тоже большевики расстреляли в 1918 году, тоже там такая печальная история, но и для многих генералов, это вот то, что я упомянул в прошлый раз, Конч Бурьевича Михаила, редчайшее исключение, потому что расстреливали большевики генералов, многих вообще даже не за то, что они там в белой армии воевали, чем-то опасно, а просто. Генерал, золотопогонник, иногда прямо с диким зверством происходило. Это и называлось классовая борьба, то есть класс... Ну, вроде бы, да, Олегин договорил, а что тут такого, ну, вот, Радко-Дмитриев, вообще человек-то был лично, безусловно, и очень решительный был, он-то не бросил фронт. Ну, вот ошибки, скорее, такого, чего там его учили в Академии Генерального штаба, непонятно, потому что пока несколько дней удавалось сдерживать немцев, тоже тут переходим, соответственно, да, непосредственно возвращаемся на фронт, следует, после 12-часового массированного арт-обстрела, арт-подготовки, немцы начинают наступление. Но все непросто, русские достаточно долго, несколько дней, где-то отступая, где-то переходя в контратаке. Но достижения-то были долго достаточно локальны, то есть можно было и вторую линию обороны успеть создать, можно было и резервы подтянуть, но ничего этого не произошло. И более того, вот опять приходится обращать внимание, именно на участке прорыва какие-то чудовищные потери среди русских, но в первую очередь из-за этих массированных арт-обстрелов, там вообще подавляющее большинство смертей в Первую мировую войну, не даже, не от оружейного, не от пуль, а от снаряда. Большинство солдат погибло, когда начинается этот ад, как они и говорили, от которого никуда не скрыться, никуда не спрятаться, только вот обхватив голову руками закопаться в землю и вот ждать обойдется, не обойдется, перелетит до тебя или перелетит непосредственно в тебя. А ряд, в общем, до 40 тысяч российских солдат потери с нашей стороны и 13 тысяч у немцев, это включая убитых и раненых, ну, это ненормально, то есть обороняющиеся несут в три раза, в четыре раза больше и потерь. Это все уровень командования и не было дано приказа об отходе и не смогли подарить батареи немецкие, там, правда, превосходство было большое. Ну, так вот, но тоже вот оговоримся и все-таки, тем не менее, и у немцев не получилось после этого прорыва, как они рассчитывали какой-нибудь фланговый маневр, окружить там целиком всю армию, стотысячную группировку, тоже и этого не получилось. Давалось отступать, слава Богу. Еще раз вот тоже повторимся, что не было этих безумных стальских приказов, бесспысленных часто, да, ни шагу назад, абстрактных, особенно, если и снаряжения нет, и патронов нет, и еда не подготовлена, а вот, не дай Бог, будем держаться до последнего и потом под Киевом там шестьсот тысяч человек, оказывается, уже в сорок первом, соответственно, году. Ну, получается, что немцы фронт прорвали, начинается отступление, еще раз повторюсь, слава Богу, никаких котлов, но в то же время это же психологически какой удар, наши отступают. Еще не догадались тогда, да, вот такую цензуру вводить. Я еще раз напомню, в газетах ежедневно публиковали списки убитых и раненых, вообще-то. Что мы сейчас знаем об убитых и раненых? Ничего, не знаем, как будто бы нет, еще такая категория сейчас появилась, прекрасно не пропавшая, без вести, как же это называется, куда-то девшись, забыл, как это формулировка такая и есть, и компенсацию можно запишу, не платить. Мрак и ужас в 2022 году. Но, в общем, здесь, слава Богу, все-таки у этого русского командования коллективно, я тут уж не по всем генералам, они более-менее между собой как-то нашли согласие, что солдат хорошо бы беречь. От этого дела, правда, можно было и отступать тоже, как угодно, мы же солдаты бережем, армию бережем, нам Кутузов так завещал. Ну и тоже вот там эта печальная история в том, что в руки немцев попало вообще огромное количество снаряжения, не уничтожено, не брошено, мосты не успевают взрывать при отступлении. Там, правда, тоже немцы не могут с успешной скоростью делать, что любопытно, тому же Макензену приходится по много раз останавливаться, уже после прорыва на 10 дней, потому что нужна перегруппировка, нужно подтянуть резервы, все пешком ходят. Если людей можно заставить идти, как мы рассказывали, почти круглосуточно, по 40 километров в день, то с лошадьбит так не получается. Если свежих лошадей нет, то пушка будет текнуть. И все равно и русские не успевают этим воспользоваться. Вроде бы и наносили фланговые удары, пытались переходить в контратаки, но, увы, ничего не получается. И дальше вот первый такой, я сейчас не в хронологической последовательности буду рассказывать, это оставление крепостей. То есть, почему это важно? Полгода практически пришлось осаждать Перемышленскую крепость, и если даже там осаждающих было в два раза меньше, но тем не менее 50 тысяч человек приходилось держать, значит, 50 тысяч человек не могли участвовать во фронтовых операциях, значит, хоть какую-то свою функцию Перемышленская крепость выполняла. Там, правда, гарнизон был больше 100 тысяч человек. Ну, так вот, а здесь у нас первая из крепостей Ивангородская. Ну, не путать с той, которая напротив Нарвы в Ленинградской области, это вообще Демблин, крепость около Варшавы, ну, понятно, что правильно ее назвали, Ивангородская. И это крепости, тоже еще раз напомню, не в таком средневековом понимании, да, как башни и стены. Это огромная территория с фортами, линия обороны, получается, там, состоит из многочисленного количества эшелонов, и там цитадель, может быть, 30-40 километров от первых рубежей, соответственно. И здесь еще, наверное, не худший вариант, наверное, потому что всего две недели обороны, ну, не несколько дней, как Льеш, но и не полгода, как Перемышль, и еще не худший вариант, потому что удалось сравнительно порядке крепости оставить, что-то подорвать из бастионов, что-то вывести после двух недель обороны. И что удивительно, тоже комендант крепости настаивал на том, что можно продолжить оборону. У нас и снаряды есть, и возможности, немецкий натиск мы сделали, немецкий штурм провалился, и все это не так быстро может произойти. Но, тем не менее, поступил приказ об отступлении, потому что не хотим оставлять крепость, которая явно будет после немецкого наступления. Но было принято стратегическое решение вообще оставить так называемый польский выступ, царство польское, поэтому вроде как логичная крепость оставить, вывести оттуда снаряжение. А любопытно, что коменданта звали фон Шварц. Ну, Алексей Владимирович фон Шварц. Я нарочито на его фамилию напираю, потому что у других комендантов были более правильные фамилии, а повели себя не совершенно иначе. В общем, этот фон Шварц проявил себя как надежный, настоящий командир. Сначала сдерживал натиск, а когда поступил приказ, то сумел обеспечить максимально со всеми возможностями правильную эвакуацию гарнизона, со спасением солдат, и с уничтожением всего, что можно было уничтожить. Он, кстати, избежал большевистских расправ и умер в Аргентине в 1953 году, прожил длинную жизнь, написал подробные мемуары, что там всем сейчас полезно. Но дальше вот то, что это вот ладно, Ивангородская крепость, пооборонялись две недели, то есть как будто бы она не выполнила своей главной функции сдерживать натиск врага или заставить врага сосредоточить вокруг крепости до ста тысяч солдат, которые больше нигде не смогли быть полезны. Все это важно почему? Потому что мы будем дальше рассказывать. Это так называемая верденская мясорубка, когда вокруг одной крепости бои шли, сражения, битвы, продолжалось почти целый год от стояний французы, верно? Это уже после Льежи, когда казалось, что крепости никакой роли не играют, а играли. Это следующий этап будет, а сейчас переходим к ситуации с позором, с катастрофой. Это Новогеоргиевская крепость, то, что до сих пор как-то приходится иногда деликатно обходить, редкое упоминание лишний раз будет, потому что объяснений никакого разумных нет. Почему вот это произошло, почему крепость была не оставлена, а сдана, статулировала просто, но это в августе 1913 года, потому что тоже вот есть защитники, которые говорят, да там и припасов не было, и лучшие части уже отправили на фронт, и там были, какие попало офицеры, но если уж там был и был, кто попало, то это комендант генерала по фамилии Бобль, вот, кто был главным несчастьем, потому что в крепости вообще-то по данным и хватало продовольствия, даже фуража, потому что там были и лошади, ну, например, орудия, как еще перевозить, в том числе и внутри крепости, так просто в руках не перетащишь, там было больше 1200 орудий, там было около 2000 офицеров, и гарнизон, почти 100 тысяч солдат, около 90 тысяч там было солдат, ну, то есть это колоссальная сила, которые еще и находятся в страшно выгодной позиции, потому что они в крепости, это их надо штурмовать, а они могут там защищаться. Сразу все вот какие-то нелепые подробности, когда начинаешь пересказывать, немцы выделили сил для штурма крепости в два раза меньше, то есть если в крепости 90 тысяч солдат, то немцы выделили около 40 тысяч человек для штурма, да, не для осады, чтобы можно было логично обрушить крепость со всех сторон и измор, например, ее брать. И это не лучшая даже часть, это так называемый ландвер, то есть вот призывники, потому что лучшие части на фронте нужны, а здесь вот люди, которые когда-то были в армии, теперь вот они снова призваны, ну, такое ополчение по сути получается. Да, очень часто именно этим словом и переводят вот этот вот немецкий термин, да, ополчение. И все бы ничего, если бы не комендант Николай Бобарь, который буквально через несколько дней после начала осады почему-то оказался у немцев в плену. Он-то потом рассказывал, что на переговоры пошел, но большинство современников считали, что он испугался и просто сдался, сбежал, и не просто сбежал, ладно бы, как Мышлоевский там, сбежал бы как дальше на восток. Нет, он оказался в плену у немцев, а еще немецкие солдаты умудрились заполучить план крепости, потому что один из полковников, когда выходил на рекогностировку, что тоже логично, осмотр передовых укреплений, попал под обстрел, оказался убит, а у него с собой были планы крепости, которые теперь оказались в руках у нем. То есть все, все, что не происходит, и все, какая-то цепочка недоразумений, неудач, вот один только поступок Бобри, это просто что-то вот, невозможно даже примеров таких привести больше, причем он же не случайно вроде бы человек, он в этой крепости был с 1907 года, он хорошо ее знал, крепость была модернизирована, там иногда можно встретить утверждение, что какие-то уже устарели там оборонительные сооружения, фортификационные, но это была мощнейшая крепость, и как раз эту крепость-то было принято решение не оставлять, а как можно дольше оборонять, потому что было явно, что она скует значительные силы, это примерно к югу от Пруссии крепость находится, чтобы было понятно, многое георгиевское, ну и вот несчастье за несчастьем, потому что после того, как Бобри оказался в плену, он умудрился из плена отправить приказ о капитуляции, казалось бы, в крепости 23 генерала, вообще-то, еще, как я уже сказал, больше 2000 офицеров, но кто-то-то из них, наверное, должен был взять командование в свои руки, потребовать обороняться, ждать приказа главнокомандующего такое, из плена тебе комендант дает приказ, ничего этого не происходит, 23 генерала, и все они покорно соглашаются на капитуляцию, имея и боеприпасы, имея, еще раз повторюсь, больше тысячи орудий, чтобы там не говорили, что лучшие орудия у них уже куда-то забрали, лучших артиллеристов забрали, но все равно не было практически никакого сопротивления, то есть немцы там брали, рядут за рядутом, а как-то странным образом сначала комендант давал приказ, ну какие-то оставить дальние рубежи, сконцентрироваться, чтобы все было поближе, под присмотром, а по сути просто без боя отдавали готовые фортификационные сооружения, а потом приходит приказ, и просто этот случай уникален тем, что одномоментно сразу 23 генерала, чтобы попали в плен, больше вроде бы в отечественной истории таких примеров нет. И вот такая катастрофа, такой позор, и ничего не взорвано, и ничего не уничтожено, и вот есть такие фотографии, когда немцы показывают на своих пропагандистских открытках, когда сотни орудий в исправном состоянии, потом они их использовали, до миллиона снарядов попало в их распоряжение, ну стыд и позор. Как такое могло произойти в 1915 году? Уму непостижимо. Есть интересные работы, почему так произошло, но в целом вывод один, это депозон. Как могло получиться? Ну ладно, один там генерал, обрит там трусы, ничтожество, но он уже тоже был пожилой человек, но остальные-то куда, чему их там всех учили, что было в голове у этих людей, как так могло получиться? И это же сильнейшая крепость, казалось бы. Ну так вот, надо переходить там, соответственно, закончить все-таки с этой крепостью, которая по-немецки и по-польски подлинно называлась. Там же даже в энциклопедии Барагазу и Ефрона, например, было написано, но это не факт, но вот написано же, значит, люди составляли энциклопедию, что крепость до такой степени сильна, что гарнизон из 12 тысяч человек может сдерживать натиск до 200 тысяч. То есть вот чтобы эту крепость захватить, нужна 200-тысячная армия. Все это вроде бы всем было известно, но еще раз повторюсь, и даже эвакуации не было осуществлено, даже попытки прорыва из окружения, ничего. Все. Позор и капитуляция. Ну, Бобарь-то потом был, конечно же, разжалован впоследствии, но понятно, что армию уже не спасло. Любопытно, что удалось спасти? Вот такой тоже любопытный эпизод. Там же еще авиаотряд был внутри крепости, который мог разведку осуществлять. Но авиаотряд чем пригодился? Успели спасти и вывести полковые знамена. Вот это вот такой вот маленький локальный подвиг был совершен, знамена к врагу не попали. Ну, хоть вот что-то. Ну, и вот... Очень грустная страница, конечно, надо сказать. Ну, и это еще не все, потому что, кроме позора с Новогеоргиевской крепостью, капитулировала Ковенская крепость. Ну, это вот Ковна, Каунас. То есть, на современной территории Литвы тоже сильнейшая крепость. Больше тысячи орудий. Тоже эта крепость была максимально модернизированная. Ну, и там тоже вот очень похожая история. Там комендант генерал Григорьев. Ну, как вот в правдании иногда историки пишут, ну, кого назначат комендантом? Человека, который на фронте пригодится. Григорьев уже старенький, пенсионер. Но у других генералов не хватает. Ну, вот он, соответственно, и был назначен на эту тихую. Как оказалось, должен сможет и обойдется. Вообще эта крепость играла важную роль такого мобилизационного пункта, склада оружия, мастерские там были. То есть, вот в тылу такое производство. По сути, да? Перевооружаться там можно всех. Это правда важно. Потом просто все то же самое делали немцы. Вроде бы работа несложная. Только этот генерал Григорьев сбежал практически сразу. Буквально через несколько дней после того, как подступили немецкие войска, перепугался. Ну, спасибо, что не к немцам перебежал, как генерал Бобарь и сдался, а просто убежал в тыл. Был разжалован тоже. Ну, а что с ним дальше сделаешь? Не расстреляли там его. И тоже даже на штурм Ковна немцы выделили, как и в случае с Новогеоргиевской крепостью, сравнится слабые силы. Опять это ландвер. То есть, вот получается ополченцы. И дальше вот следует позорная сдача. Там был не такой большой гарнизон, и даже часть солдат успела, слава богу, под командованием хотя бы каких-то инициативных офицеров покинуть, хотя бы покинуть крепость, а не просто оказаться в плену. Но 10 тысяч человек попали к немцам в плен. Русских солдат. Все орудия, практически все в исправном состоянии. Больше ста пулеметов. И дальше, вот как я уже говорил, немцы превращают Ковенскую крепость в свою такую важную опорную базу, где действуют мастерские, где орудия. Часть орудий потом оказалась даже у французов, потому что немцы использовали их как трофейный у себя, перевезли дальше на Западный фронт, потом эти орудия попали к французам, и орудия российские оказались там в музеях военных. Приходишь в французский военный музей, русское орудие. А оно трофейное, захвачено у немцев. А вообще свидетельство такое, ну, неприятное, да, вроде бы там, для отечественной истории. И прибыл, кстати, вот как приезжал Николай II в Перемышевскую крепость, чтобы вот посвятить своим присутствием такой вот успех, а потом Перемышевскую крепость оставили. А сюда прибыл Кайзер Вильгельм II осмотреть, как вот в наших руках Ковенская крепость захвачена. Буквально оказалось, получается, за несколько дней без особенных потерь, да еще и 10 тысяч пленных, и еще потрясающий трофей. Как такое могло произойти? Вот где, казалось бы, должны были бы развернуться люди, искавшие врага, которые должны были бы говорить, всех подкупили, и Бобарю подкупили, и Григорию подкупили, но это неправда. Это вот трусость, это слабость, беспомощность. Я думаю, там никакие заградотряды бы и не пригодились, а вообще все это вот ужас. Зачем вообще в это во всю войну, получается, влезали? Ну и чтобы как-то вот порадовать относительно патриотическую общественность, чтобы сперчить всю эту печальную историю, есть в отечественной истории пример такого вот героического сопротивления с крепостями. Сразу оговорюсь, очень сильно мифологизированный, но когда все обрастает картинами, фильмами, песнями, как вот там Брыносец-Варяг, да, там не сдается мифология же, да? Ну что ж поделать? Приходится этим считаться. Это все осада Осоветской крепости, которая уж точно была не самой большой, не самой крупной, не самой сильной. Гарнизон там тоже был, не бог весть какой, выдающийся. Ну вот для примера, то есть если в предыдущих крепостях, которые позорно сдали, было по 1200, по 1300 орудий, тут только 200. Ну то есть понятно, что крепость там 5-6 раз по определению слабее. Но здесь оказался, во-первых, комендант, совершенно другим человеком. Опять, потрясающая история. У коменданта фамилия Шуман, Карл Август, даже не до конца обрусевший немец, но скорее всего немец, потому что он принадлежал фринляндскому дворянству. И получается по-настоящему и патриотически настроенный генерал неправильного происхождения. И не предатель, но это все про поиск. Да, вот когда там хочется найти какого-нибудь заговорщика или преступника, или шпиона, но в первую очередь кого надо подозревать. Это, кстати, все ужасы впереди. Я вот раз уж упомянул там про немецкие фамилии, потому что подозревали немецких колонистов, которые жили в изобилии на территории Российской империи, и на территории Украины, и на территории Крыма. А, конечно же, они наверняка все только и ждут, пока придут. Их соотечественники, их же тоже начинали с депортации не только при Станине, а еще и при Николае II, позорные. Еще надо напомнить на всякий случай, что ведь немецкие колонисты в массе своей были по происхождению с протестантов, и там многие из них были пацифистами, такими вот настоящими, которые оружие в руки брать не могут. Но катастрофа там наступила настоящая у них уже в сталинские времена. Это вот печальная история немцев по Волжье, депортация в Казахстан. А все началось вообще-то в том числе и в 1914 году. Ну так вот, тут же, что важно, что вообще-то советскую крепость немцы осаждали трижды. Первый раз еще осенью 1914 года, потом зимой 1914 года, и каждый раз гарнизон умело сопротивлялся, заставлял немцев отступить, и все это время комендантом был вот этот вот Карл Август Шульман. И здесь, ну вот, надо, наверное, рассказать про самый такой яркий изменительный эпизод, с чем он связан, потому что немцы вот штурмом, ну еще раз повторюсь, очень мифологизированно, но тем не менее перескажем. Немцы понимают, что вот так просто крепость не сдается, как Ковенская, Ренова-Георгиевская. Еще раз тоже оговорюсь, это я не буквально, в хронологической последовательности, а немножко идеологической последовательности, чтобы не на самой черной ноте все закончить. Ну так вот, значит, надо перейти к какому-то другому плану. И от обстрелов они не боятся и отстреливаются, и комендант у них такой разумный, и тогда немцы решили использовать ядовитые газы. Мы будем отдельно про это все рассказывать, потому что, да, появилось новое страшное оружие, которое поначалу производило ошеломляющий эффект. Это просто было страшно, когда ты начинаешь задыхаться, и окопы пустеют вражеские. Было множество проблем, в том числе какая? Чтобы пустить газы на территорию врага, должен быть попутный ветер, и не сильный, и не штифт, и в правильную сторону. И вот немцам, например, пришлось ждать около 10 дней, прежде чем они смогли открыть баллоны с ядовитыми веществами и дождаться, пока вот этот стелящийся газ пошел в нужном направлении. И не то, чтобы русские не знали, что газы могут быть, и даже были у кого-то респираторы. Но, да, тяжелейшее отравление наступают, сотни людей гибнут от удушья, не помогли респираторы, но потом противогазы уже, конечно же, действовали. Там же какая опасность? Почему вот тоже чудо-то в итоге не произошло? Ядовитые газы применяли не только немцы, разные стороны, потому что в итоге получалось, а самому как дальше идти в атаку, если там все ядовитое? Потом тут же подул ветер в обратную сторону. Ветер-то тоже такая переменчивая субстанция, и газы вернулись к тебе. Масса, в общем, проблем. Ну так вот. И вот яркий эпизод, который рассказывают, который можно найти на художественных полотнах, что вот немцы уверены и в том, что все там переубивались, погибли, задохнулись, соответственно, встают в полный рост, спокойно идут занимать позиции. Это касается, конечно, не всей крепости, а только одного из фортов. И вдруг поднимаются в атаку люди, задыхающиеся от кашля, с перекошенными лицами, которым осталось жить, может быть, всего несколько минут, которые уже в предсмертном состоянии, а они поднимаются в контратаку, и их вид, так и называлось это, соответственно, атака мертвецов, приводит немцев в такой отчаянии, в такой ужас, что они обращаются в бегство, отступают, и форт сохранен. По-разному, в общем, все эти эпизоды пересказываются. Кто-то говорит, что просто было оказано сопротивление, кто-то там выжил, что просто было страшно видеть вот таких вот мертвецов, погибших от газа, да и вообще и немецким солдатам не очень охота было идти туда, где все отравлено, чтобы сам самому смерть не встретить. Это все, кстати, будет потом на Западном фронте. Все эти истории не сыграли, в общем, газа в атаке такой роли, которую на них возлагали. Но вот такой вот знаменитый эпизод и о советской крепости как будто более известной и более знаменитой. Но главное, что в итоге, когда поступил приказ ее оставить, вот ее как раз не надо было оборонить до последнего солдата, то генерал Шульман смог организовать опять-таки грамотное отступление тем, чтобы и раненых успеть вывести, и орудия привести в неподность и, соответственно, немцам здесь по советской крепости ничего не досталось. Ну и трофеи там были бы не такие впечатляющие, потому что сам позор это, конечно, Новогеоргиевская крепость. Непонятно, как все это произошло. До сих пор есть целая работа, которая так и называется. Почему капитулировала Новогеоргиевская крепость, Великовинская крепость? И вот только приходится грешить на то, что наряда, наверное, не хватало комендант оказался трусоват, но все это не объяснимают другие 23 генерала, как все это получилось. В общем, это все уже конец августа и уже практически начало сентября 1915 года. Я даже лишний раз не хочу даты упоминать, потому что по старому стилю, по новому стилю, на западном фронте все точно по юлианскому календарю. У нас до сих пор юлианский календарь, чтобы там не запутаться, просто вот август-сентябрь. И здесь вот на фоне всех этих неудач, еще раз напомню, что отступление на некоторых участках фронта аж на 500 километров, юлианские территории оставлены, в руки немцев попала не только Голица, которую захватили австро-венгров, но и практически вся территория Польши, и Догродно, то есть это уже Белоруссия, и территория современной Литвы, ну вот там позор с капитуляцией Ковенской крепости, это вот Каунас современный, и что, что-то нужно предпринять Николаю Второму в этом во всем. Понятно, что Николай Николаевич Великий Князь не справился с командованием армии над этим нового командующего, и ничего умнее Николай Второй не придумал, как возглавить армию самому. Почему? Какой там у него военный опыт? Когда он какими военными операциями командовал? Никогда. Он, конечно, получил образование, он был прилежный ученик, как мы рассказывали, он с уроков не сбегал, он экзамены даже какие-то раздавал, но никогда ему это все не нравилось, ему не Наполеон, в общем. Тем не менее, вот ему напили соответственно и родственники, и сам себя возомнил в трудную минуту, и у него тоже есть свои защитники, которые говорят, ну в такую трудную минуту кого не назначат, и должен сама по себе расстрельный, и критиковали бы любого, тем более, что талантливых во всяком случае в высоких званиях нет, вы уже упоминали о талантливых генералах, ну как вот, например, Юденч, которые были способны оборону в критической ситуации организовать, возглавить, инициативу проявить, да, когда у тебя командующий один устранился, а другой сбежал, и ты лично начинаешь этим заниматься, но звания у него пока маловато, нужен какой-нибудь, как тогда называлось, генерал-кантерии или генерал-кавалерии, ну генерал-полковник, примерно, да, чтобы фронт возглавить, а уж тем более армию, всю, быть главнокомандующим, ну и вот Николай II назначил главнокомандующим себя, и чуда не произошло, но велико отступление, правда, ну тоже подводя какие-то итоги, немцы не смогли полностью разгромить российские армии, но получилось, что либо надо дальше проводить наступление, идти на Москву, а тоже коммуникации растягиваются, надо подвозить продовольствие все больше и больше, но у них же есть еще западный фронт, а там тоже все свои происходят события, будем дальше рассказывать, ну получается, как бы не грешили на антангу, но от катастроф, от разгрома, во всяком случае, в 1915 году, конечно же, события и англо-французские наступления на западном фронте спасли Россию, а здесь вот следующий этап, это вот наш рассказ, снова вернемся в Россию, как же вот Николай II начал лично командовать фронтом, там несколько фронтов, и спасением России от поражения и не спас. А вот интересно, кстати, я сейчас пытался вспомнить какой-нибудь случай, когда политический руководитель, который в начале войны держался подальше от боевых действий, а потом в ходе военных действий сменяя одного командования на другого, а потом в контактах сам начинает руководить войсками. Вот что-то мне не припомнилось ничего такого, когда в такой ситуации вдруг этот политический руководитель оказывался успешнее профессиональных военных до этого. Вы что-то подобное помните? У меня вот одни неудачники. С политическими нет. Все-таки должен командовать армиями, конечно же, военный. Авторитет у него и должен знать, что делать, и представления совершенно другие. То есть, может быть, министром обороны гражданское лицо, что правильно было бы. Но не так, как в нашем Отечестве, когда странный человек, Шойгу, который дня не служил в армии, а весь в орденакомедалях и в званиях какие-то фантастические, без образования, это не гражданский министр обороны в западноевропейском понимании. Не гражданский, не военный. Не то и несет. Ну так вот, в нашем родном Отечестве есть другой любопытный пример. Мы о нем рассказывали. Это когда Александр I сначала после всех поражений и несчастья при Аустерлице уклонился максимально от командования, а когда уже забрежила победа над Наполеоном, фактически он был уже не формальным, а полноценным командующим соединческой армии, и именно он настоял на том, чтобы это был очень рискованный вариант идти на Париж, а не против Наполеона, который был гораздо севернее, и все это привело к капитуляции Франции. То есть вот где-то на каком-то этапе Александр I интуитивно ли или вот с помощью проницательности поступил правильно. После всех тех ужасов, которые ему пришлось лично застать с поражением, с бегством с поля боя при Аустерлице. Ну вот такой вот любопытный пример. Но Николай II не Александр I и уклониться не смог, и возглавить не смог, и не придумал такого маневра, не настоял на нем. Вот какого-то успеха добиться, там будет успех, конечно, все его знают, бросился на прорыв, потом будем рассказывать, но и он не переломил ход войны. Да, ну продолжение в следующих сериях, а сейчас давайте посмотрим на наши иллюстрации. У нас первый, первый, первый Радко Дмитриев. Вот такой вот прекрасный человек. Да, известный болгарско-российский генерал. Тоже странно, почему ему в родном Отечестве не стоит памятник. Этот человек и патриот был настоящий, и записался добровольцем в российскую армию и говорил публично, что своим существованием Болгария обязана российскому государству и не смог свое правительство заставить в войну на стороне России, а раз не смог, так ушел в отставку. А был здесь, здесь чуть сложнее уже говорить, был в Петербурге с 1913 года послом, а когда Болгария не встала на сторону Антанты, то ушел в отставку и вступил в Российскую армию, звание генерала-лейтенанта, но правда, несмотря на всю свою смелость, фронт от прорыва не спас. Ну, а потом еще и грифики его убили. Но человек нет, это, конечно, не негодяй, не преступник, не трус, фронт не бросил, к врагу не перебежал, не сдался, как генерал Бобри из Новой Георгиевской крепости, ну и чудо тоже никакого не произошло, ни Маккензен, в общем, ни Августов Маккензен, генерал, который этот прорыв и осуществил. Ну, а вот у нас как раз следующий, это Николай Бобри. Он вот такой. Ну, там вот такая, какая и есть фотография, стыд и позор, гордиться нечем, а при том, при том, тоже, ну, человек-то выглядел позамкно, не так, как в пропагандистских фильмах, да, если вот трус и предатель, то он должен быть какой-то сам по себе отталкивающий и неприятный, а вот и ничего подобного. Компток тоже мог быть такой и с бородой, и такого вот внушающего доверия вида. Очень-очень внушительный дядька. Я бы даже сказал, что Дмитриев ему уступает по внешнему. Да, Дмитриев, ну, там он, правда, помладше было Радко Дмитриев, Радко Дмитриевич, Радко Дмитриев, да, проще запоминать, даже получается. Так, а следующий персонаж у нас как раз Шульман, комендант, один из как раз вот замечательных комендант, которые успели отстоять. Комендант о советской крепости, который смог выдержать первый штурм, не сбежал, не сдался, отбросил немцев, немцы отступили, потом второй штурм заставил немцев отступить, и потом после героического сопротивления третий третий штурм, третий штурм, только после приказа свыше оставил крепость со всеми людьми, вывозил раненых, а орудие и картификационное сооружение приводил в негодность, чтобы немцы не превратили советскую крепость в такую большую мастерскую, в большую казарму, в перевалочный пункт, в узел снабжения. Вот генерал Шульман тоже с печальной, к сожалению, судьбой совершил свой вот такой тоже маленький локальный подвиг. Настоящий герой, вот между прочим, то есть все-таки далеко не... Кто же поставит памятник генералу Шульману? Что это такое? Ну, а вот могли бы, между прочим. Единственное, некому, потому что это сейчас территория Польши, и это, наверное, важнее для нас. Немцы не поставят, поляки не поставят, русские не поставят. Все. Ну и все. Ну хотя бы в Петербурге могли бы поставить. Хотя бы помнить, если о нем и то, может, хорошо, но может, доживем хотя бы. У нас же толком и мемориала никакого нет. Я все переберегаю. Напоследок иллюстрацию памятника недавно появился в честь погибших первую, ну в честь героев Первой мировой войны, а так у нас все запланировала Вторая мировая война с большим количеством странительных изликих памятников. Не будем, ладно, оглумиться над памятью павших, но как так могло оказаться, что про одну войну все, а про другую ничего, это тоже, конечно, совершенно ненормально. И следующее у нас, как я понимаю, это иллюстрация, наверное, может быть пропагандистская. Это даже современная иллюстрация атаки мертвецов. Это вот, да, редкий случай, когда живописное полотно, яркое, опять-таки, получается, история становится знаменитой, вот они, чудо-богатыри, вот они, русские солдаты, которые с предсмертными хрипами, помирая, но встают в атаку и идут на врага, но супостата так, что немцы, побросав ружья и в страхе, разбегаются. Вот какие солдаты молодцы. Все это было бы ничего, если бы это было массовым явлением, если бы это произошло в других крепостях, если бы немцы оставили подробное описание, как в страхе они разбегались, и все подтверждается, получается, но тем не менее, по факту, советская крепость, конечно, оказала и достоинство сопротивления, и была оставлена не с таким позором и не капитулирована, что во всяком случае. Ну и вот, соответственно, теперь память и картин. Как бы это ни выглядело, так или не так, но в любом случае, результат, результат достойный. Ну, хотя бы так. И идем дальше. У нас следующий пункт это объект для петербуржцев, который стоит посетить. Это очень примечательное здание на улице Моховой. Да, известное здание называется здание Страхового общества России, потому что дореволюционное Страховое общество России когда-то купило это огромное, шикарное здание из трех крыльев у прежних собственников, а мы его показываем. Там вообще здание очень примечательное, там масса с ним связана, событий, советую почитать, а мы его выбрали потому, что именно в этом здании с 1913 по 1914 год в качестве посла Болгарии в Российской империи жил, работал и пытался привлечь свое правительство на сторону Антанты Радко Дмитриев, Радко Дмитриевич Радко Дмитриев, российский генерал. Но посольство находилось в левом крыле, а, наверное, внимательнее наши, получается, уже радиослушатели у нас практически не осталось, да, те, кто нас смотрит в Ютьюбе, люди, посмотрев на это здание, должны были заподозрить, неладное, а, может быть, сразу узнали, а, может быть, просто узнали, потому что в фильме «Собачье сердце» смотрит на это здание профессор Преображенский и говорит, пропал Колобухинский дом, потому что вот на Остоженке не нашлось правильного особняка, в Петербурге нашелся такой вот дом, где по сюжету «Собачье сердце» была квартира профессора Преображенского, где он проводил свои опыты, и вот в экранизации именно это здание и мелькает. Приметный дом, действительно. Большое спасибо. Заканчиваем на этом следующий эпизод большого проекта «Все так плюс». Максим Кузахметов, петербургский историк. Я Марк Муждин. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова